Началась неделя с подписания Жоау Марио. Это, наверное, топовая покупка для нас в этом межсезонье. И хотя сейчас ходят слухи о том, что еще приедет некто Варданян из Армении, все равно уже переплюнуть Марио будет сложно. Мы долго искали человека, который усилит команду. Брать игроков просто так не хотелось. Брали на усиление. Смотрели всяких перцев и прочих странных людей, которые, откровенно говоря, были бы таким же балластом на скамейке запасных, каким сейчас является Живоглядов и Мурилов. При всем уважении к этим футболистам, это не игроки, которые усиливают команду здесь и сейчас. Нам нужен был футболист, который бы добавил прочности, который бы добавил солидности нашей команде. И таковым стал Жоау Марио. У нас было очень мало денег, поэтому главный наш способ, который мы могли получить такого футболиста, была аренда. Мы прошляпили аренду Шурли. Я уверен на все 100%, что это косяк с нашей стороны, что получить Шурли можно было и нужно было приложить к этому усилию, но забыли. Все, Шурли у нас нету. У нас есть Жоау Марио. Это тоже интересный вариант, хотя и очень однозначный. Ежеток. Спасибо большое, Вегера, за 269 рублей. Спасибо огромное. Потихоньку наполняется наш донат-гол и скоро у меня появится, видимо, светильник. Ну как скоро, через некоторое время. Очень неоднозначный получился трансфер, но однозначно хороших вариантов на этой стадии уже не остается. Когда мы заглядываем уже, кого мы можем взять в аренду, в любом случае будет некая неоднозначность. Потому что в аренду хороших футболистов, которые без минусов их просто не отдают. Тем более уже вот в конце там трансферного окна, когда этих футболистов много куда пытаются пристроить. Ну бывает, да, что в клубе просто перебор футболистов. Игрок вроде качественный, но по каким-то причинам не может заиграть. Их куда-то пристраивают. В конце трансферного окна, конечно, уже все такие хорошие футболисты пристроены, их отрывают с руками. Ну, Жуау Марио имеет свои минусы, но и имеет явные плюсы. Из минусов это, конечно, то, что Жуау Марио был хорош, вот откровенно хорош, очень небольшой отрезок времени, и только в одной команде в своем родном спортинге. И это часто бывает так, что игрок, который в своей родной команде играет как боженька, потом куда-то переходит и заиграть не может, и нигде себя больше не проявляет, да? Возьмем пример какого-нибудь Головина, какой-нибудь пример поближе. Играл здорово в ЦСКА, играет в свои сборные здорово, но приходит в Монако и, черт пойми, что делает. А сама Монако играет где-то внизу турнирной таблицы Франции. Поэтому есть большие сомнения по поводу Жуау Марио. Плюс к тому, что кажется, что это не самая такая вот рабочая лошадка, человек, который будет пахать землю ради того, чтобы заиграть, ради того, чтобы вернуть себе свое имя после многочисленных скандалов в Интере и аренд в Англию. Как, например, Крыховик это делает. Когда Крыховик приходил, вот реально я прочел на Ахе Звела и полностью согласен с этим мнением, что когда Крыховик приходил, была абсолютная уверенность в том, что этот игрок будет всего себя отдавать игре. С Жуау Марио есть определенные сомнения в этом. Это игрок вальяжный, игрок, который знает себе цену и очень, я думаю, по характеру похож на Мануэла Фернандеша. Но вместе с тем у него довольно крутые футбольные умения и сегодня мы в этом, я думаю, убедились. Хотя первый тайм не задался для него, но об этом тоже чуть позже поговорим. Я думаю, что в любом случае замена Жуауа Марио на Алексея Мирончука не была запланирована. Возможно, Марио хотели выпустить ближе к концовке второго тайма, может быть, на полчасика. Ну, где-то так, знаете, примерно на 60-й минуте обычно замену. И просто дать втянуться, поиграть на РЖД-арене. Пришлось выходить аж в середине первого тайма. Скорее всего, он был чисто физически не готов на такой длительный отрезок. Ну и явно было видно, что он просто не понимает, как на позиции десятки, куда ему смещаться, какие зоны закрывать в обороне, какие зоны закрывать в атаке, куда побегут партнеры. Вообще ничего не понимал. Играл чисто с реста на интуиции, при этом умудрился сделать голевую передачу, что, конечно, феноменально. Первый тайм в его исполнении был довольно так себе. И многие отметили, что Жоа Марио не готов к российскому футболу. Ему нужно еще тренироваться. Но во втором тайме он уже начал выдавать концерты. Если в первом тайме его поставили чисто по позиции на место Алексея Миранчука, такая десяточка второй нападающей, то во втором тайме он уже играл левого хава, а в центр ушел Антон Миранчук. И слева ему оказалось гораздо удобнее эти проходы в центр, эти удары и та голевая передача. После обыгрыша кажется то, что пока на данный момент Жоа Марио будет исполнять у нас именно левого хава, когда, я думаю, что рифата мы вряд ли скоро еще увидим в составе. И, ну, опять же, да, Алексей Миранчук травмировался, так что, возможно, и увидим. Ну, в общем, что-то такое. Перестраиваться на 4-3-3 в ближайших матчах вряд ли получится. Это Лига Чемпионов, это Зенит, Краснодар и куча других топовых соперников. Ну, будем, будем смотреть. Пока, пока очень непонятно, как именно будет вклиниваться Марио в нашу игру, но видно, что мастер большой, и если ему мотивации хватит, если ему будет комфортно в нашем клубе, то определенные пользы мы, конечно, получим. Не знаю, будет ли это польза на 18 миллионов евро, но на определенные деньги получим. Это точно усиление для нашего состава. Ничего не скажешь о других футболистах, в том числе о Луке Джорджевича. Про него тоже, наверное, чуть позже, по ходу матча, когда буду продвигаться, расскажу. Далее, коротко, Казанка проиграла Мурому, вели 2-0, блестящий удар Тимура Сулейманова. Отличная комбинация и завершение Демьянова. Казалось, что матч в кармане. Потом меняют футболиста 2001 года рождения на Миронова и компанию. И Казанку просто не узнать. За весь второй тайм толком ничего не создали, кроме одного момента, когда вместо выхода 3-0 решили ударить 40 метров поворотом. В итоге пропустили 3, в том числе с пенальти на 90 плюс 3 минуте. Казанка валится и очень-очень грустное зрелище представляет собой. Даже в первом тайме забили 2, но это все равно не была какая-то уверенная игра команды. То же самое сегодня повторила молодежка, но там чуть-чуть, на самом деле, поприятнее ситуация была. Да, тоже пропустили 3, но, во-первых, не без помощи Виталия Ботнеря, моего любимого вратаря, который в каждом матче допускает какую-то дичь, как в прошлом году тоже периодически это было, но сейчас очень уж часто и уже сомнительно за место Ботнеря в воротах на матче Юношеской Лиги Чемпионов. Такое себе. Играли здорово, контролировали, создавали довольно неплохо моменты, но потом в какой-то момент просто после счета 2-0 встали и пропустили 3 или 4 атаки, 3 из которых закончились голами. Ну, бывает, но... Думаю, что можно простить, молодежка все равно остается на первом месте и они готовятся к Лиге Чемпионов юношеской. Я думаю, что шансов у молодежки в Юношеской Лиге Чемпионов побольше, чем у основной команды. Собственно, Лига Чемпионов. Жеребьевка прошла, тоже о ней 3 слова буквально, все есть в видео, много всего рассказал. Ювентус, Байер, Атлетика. Все три команды сложные. Одна из самых сложных групп в Лиге Чемпионов по коэффициентам, по стоимости на трансфер-маркте, по форме этих команд. Они все там в лидерах своих чемпионатов. В любом случае, с каждой командой будет безумно тяжело набрать даже одно очко с любой из этих команд. Это уже довольно серьезное достижение. В этом плане, думаю, что на Локомотив мало что будет давить, в отличие от прошлого года, когда проиграли Галатасараю позор, проиграли Шальке позор, Порту проиграли позор, второй раз проиграли вообще позорище. Ну, короче, понимаете, в этом году от них мало кто будет ждать побед. Если зацепят хотя бы там 1-2-3 очка, это будет уже хорошо, но лично мне кажется, что нам могут помочь перестройки в клубах, что в Ювентусе, что в Атлетико идет глобальная перестройка, серьезные в Атлетико, потому что они отдали, продали важных игроков основного состава, на которых долгое время строилась игра в Ювентусе, потому что туда пришел тренер, чья философия кардинально отличается от того, что было раньше, и все это, ну, не может не сказаться на стабильности игры этих клубов, поэтому при максимальной концентрации Локомотив может цеплять очки. Правда, сегодняшний матч в очередной раз показал то, что максимальная концентрация и Локомотив, это вот из разных словарей какие-то слова, потому что, ну, как можно руками вводить мяч сквозь своего защитника, я не понимаю. Это, ну, за гранью какая-то, ну, не видел он что ли, может быть, Гильерми лысых людей не видит, или он, такие вот у него зрения, что веганы просто на него не попадают на сетчатку глаз. Не знаю, это второй раз уже случается, то, что Гильерми при выводе мяча попадает в Хеведоса. В первый раз это еще можно было понять, там он ногой выводил, и было мало времени, нужно было как можно быстрее вынести мяч, но вот здесь рукой попасть в Хеведоса, это, конечно, удивительное дело. Здесь Шамуродов простил, в Лиге чемпионов Роналду, конечно, не простит и просто положит свой очередной галешник. Увы, есть, есть эти проблемы, никуда они не деваются, и в прошлом году были, и в этом продолжаются, что-то с этим надо делать, но что вообще непонятно. На матч вышли в составе, в том же составе, в котором обыгрывали Урал, в котором идет игра у Локомотива, и, собственно, первые там 20-25 минут они были хороши, да, ну, без какой-то вот жести, да, не то, что мы прижали Ростов и должны были 10 раз забивать, но мы давили Ростов, мы практически не пропускали атак по своим воротам, не считая, какие там дальние удары, Еременко не особо подготовленные с фланга, ну, в общем, игра шла, и казалось то, что, ну, все под нашим контролем, но в одном из рывков Алексей Миранчук в хорошей контратаке, кстати, получает сзади по ногам, и, судя по всему, повреждение задней поверхности бедра оставляет локомотив без нашего главного креативщика, человеку, который тащит нас по началу сезона без Алексея Миранчука, ну, я думаю, что около трех недель это стандартный срок восстановления, а три недели это, извините, уже после матча с Ливеркузином, и это супер обидно, потому что матч с Ливеркузином это, наверное, важнейшая игра во всей нашей лиге чемпионов, потому что ни в коем случае нельзя проигрывать Ливеркузину на выезде, да, ничья, абсолютно нормальный результат, который позволит нам потом с позицией силы подходить к борьбе за Лигу Европы, да, нужно будет всего лишь обыграть дома Байер, ну, проблема, что ли. Без Алексея Миранчука Локомотив вот уже два матча проводит, в Краснодаре мы первые там 75 минут играли без Алексея, здесь вторые 65 минут играли без Алексея, и это, конечно, совсем другой Локомотив, Жуао Марио как ни старался, а не может с ходу, с поезда, с самолета играть ту же роль в Локомотиве, что и Леша, который замечательно играет в обороне, в атаке, между линиями, забивает, завершает, и в целом, ну, реально сейчас лидер команды, конечно, мы можем сколько угодно давать призов лучшему игроку Криховику, за его самодачу, за пользу, за голы, но именно ведет игру сейчас Алексей Миранчук, поэтому его травма это, ну, в какой-то мере катастрофа, если с Сочи мы еще должны справляться, то, как говорят, с Ливеркузиным, я, честно говоря, не очень представляю, буду надеяться, что Жуао Марио свои лучшие качества проявит и как-то заменит нам Алексея, хотя, ну, реально я говорю, что на позиции десятки под нападающим Алексей сильнее, чем Жуао Марио, которому нужно больше глубины, больше пространства, он хуже завершает атаки, в общем, полностью, конечно, он Алексея не заменит, после того, как Алексея заменили, стали проходить атаки у Ростова, стало гораздо меньше у нас собственных атак, если до этого и Криховик дважды бил, и Смолов бил, и навес был хороший с фланга, я не помню, рыбу с ножницами бил до или после, но, в общем, тоже был опасный момент, после стал Ростов гораздо чаще подходить к нашим воротам, появились моменты у Шамуродова, два звоночка очень опасных прозвенело, ну, и, собственно, на сороковой минуте мы заработали злосчастный угловой, в котором никто вообще решил не держать Шамуродова, ну, а зачем? Человек всего-то забил в семи матчах пять голов, подумаешь, невидаль, и большинство из них он забивает головой тоже, да, ну, зачем держать человека на угловом, если он здорово играет головой, ну, незачем, решили наши футболисты, Шамуродов этим воспользовался, кивнул, мяч спокойно залетел в дальний угол, здесь без вопросов к Гильерме, но огромное количество вопросов к оборонительным нашим игрокам, к Хеведусу, который держал пустое место и в итоге последним, ну, единственным, кто побежал к Шамуродову и к остальным игрокам, которые, ну, просто банально не разобрали футболистов Ростова. Их не так много было в нашей штрафной, но их умудрились не разобрать. Второй тайм начало тоже вышло скомканным и довольно грустным по моментам. где-то до, ну, до второго гола Ростов много давил, имел моменты, пытался забить второй гол, и у них были шансы для этого даже без, собственно, того кошмара, который наделали наши игроки обороны. у Ростова были моменты. Они могли забивать второй гол уже в нормальных атаках. Забили они в какой-то дичи. Хеведес отдал на Жамаледдинова. Жамаледдинов простейший пас не может принять и теряет мяч и в итоге проигрывает борьбу. Не накрывает одну передачу, не успевает за своим игроком, не накрывает вторую передачу, а точнее, так накрывает, что мяч спокойно прилетает к Шамуродову. Если бы просто не было Жамаледдинова, эта передача бы улетела к Хеведесу или к Чорлуке. Она была сильной и неточной, но скорость погасилась от Жамаледдинова и Шамуродов протолкнул ее в ворота и там тоже уже можно и к Гилерме предъявлять претензии, но как так мяч просто сквозь тебя проходит, куда ты побежал и зачем ты это делаешь. Не знаю. Очень много глупых индивидуальных ошибок в этот период и в следующие. Ну, в следующие мы уже стали давить и как-то это ну, нивелируется, сглаживается. Ощущения хорошие действия затмевают плохие действия. А вот в отрезок с, наверное, 35-й минуты, с 30-й по 65-ю у Локомотива огромное количество тупых ошибок, когда пас на 3-5 метров отдается черт пойми куда, когда ты не можешь обработать простейшую передачу, когда вместо того, чтобы дать пас, ты начинаешь бить поворотом и наоборот, когда нужно пробить поворотом, ты пытаешься подсунуть мяч. И здесь все, абсолютно все, каждый из игроков виновны, так сказать, да, и плохая игра Жемалединова, и плохая игра Хеведаса, и плохая игра в этот период от времени Смолова, Антона Мирончука, Жуау Марио тоже не всегда возвращался в оборону, в атаке не всегда понимал, куда побегут люди, свои партнеры. В общем, ну, хороших, хороших игроков в этом матче можно по пальцам одной руки пересчитать, я думаю, что нету особых претензий к Рыбусю, он бил здорово ножницами, он помогал Жуау Марио, когда мы забивали свой единственный гол, он сделал тот самый навес на Антона Мирончука, после которого Джорджевич в пустые ворота не попал, ну, точнее, попал, но там оказался защитник лежать. К Чорлуке, наверное, мало претензий, он, ну, неплохо играл, свои моменты он контролировал, да, не обошлось совсем уж без каких-то, ну, помарок, но по сравнению с остальными к Чорлуке претензий вроде нету. Ну и, собственно, все. Чем занимался Федя Смолов не очень понятно, попасть в поворот у него так и не получалось, чем занимался Лука Джорджевич не очень понятно, Жуао Марио в целом, наверное, хорошая игра, но, учитывая, что он только-только приехал, совсем хорошая она и не могла быть. Антон Миранчук, по-моему, раза два на поле появился, в том числе, когда забил гол. Ну и у Крыховика с Бариновым тоже были свои непонятные совершенно решения, непонятные движения на поле и в таком духе. При этом я не хочу сказать то, что Локомотив плохо играл, да, вот несмотря на огромное количество претензий по индивидуальностям, которые совершали огромное количество ошибок, все равно Локомотив играет очень зрелищно, очень много создавая моментов у чужих ворот, даже в этом матче против Ростова, который закрылся, есть момент Баринова, который бил головой и Бабурин чудом просто перевел мяч в штангу, есть удар Смолова в начале матча, который не закрутился, ну точнее, не докрутился немножко в угол, есть удар Крыховика, есть удар Рыбуся, который заблокировали защитники, а это было очень красиво, есть гол, есть перекладина Антона Мирончука со штрафного, есть удар Луки Джорджевича по пустым воротам, есть подозрение на пенальти, когда Крыховику в лоб просто с локтя зарядили, в общем, ну моментов было создано огромное количество и Локомотив, если бы Локомотив выиграл эту встречу с убедительным счетом, никто бы вообще не удивился, да, там, ну, не прошла бы передача, условно говоря, от Нашемуродова, когда он забивал второй мяч, ну, могло такое, да, случиться, что мяч бы попал в Гильерме, или Хеведес накрыл бы, или Черлука накрыл бы, ну, там все очень на тоненького прошло у Ростова, а мы бы там реализовали пару своих моментов, абсолютно легко, это могло бы, Джорджевич попади и Баринов забей, и мы могли бы выиграть с разницей в два мяча, это, ну, абсолютно было бы логичный исход встречи, точно так же, как и два, один в пользу Ростова оказался логичным, то и, потому что у них тоже были моменты, ну, и наш, соответственно, тоже вполне себе логичный, такой вот матч случился, как комментаторы говорили, на 5-5, но при этом и мы не забивали, и соперник не забивал, но у нас моментов было даже побольше, чем у Ростова, это и нормально, да, мы играли дома, и мы все-таки сильнее, чем Ростов, мы должны были их вообще, наверное, укатывать в газон, как это делали в прошлом сезоне, но что-то не получилось, я думаю, что имя этому что-то, это Алексей Миранчук, без которого тяжеловато играть, ну и без Фарфана, увы, увы, сколько ни пытаемся мы найти замену Ниасу, замену Фарфану, у нас получается какая-то лажа, сегодня вот вышел Лука Джорджевич, который мог поставить жирную точку, забить гол, и как-то сделать хороший старт карьеры себе в Локомотиве, принеся важнейшую ничью с командой, которая имеет столько же очков, сколько и у нас в турнирной таблице, после очень неудачно складывающегося матча на последних секундах, если бы Джорджевич забил, его бы все полюбили, и дальнейшая адаптация Джорджевича в Локомотиве прошла бы легко и безболезненно, к сожалению, Джорджевич умудрился не забить такой момент, который должен забивать, наверное, вообще любой, с какой бы позиции ты ни был, какой квалификации бы ты ни был, даже если взять игрока из ЛФЛ, из любительского футбола, просто вот дать ему этот момент, он, скорее всего, с пыра просто воткнет в девятку, вообще даже не думая. Джорджевич начал обрабатывать этот мяч, это заняло две секунды у него, Джорджевич решил, что самое лучшее это щечкой по центру катнуть, и Чернову... Но в Чернову хватило, блин, времени сначала вынести мяч из пустых ворот раз, упасть туда где-то метров три внутрь этой сетки, встать, вернуться и еще раз вынести этот мяч. Ну, просто какое-то кошмарное количество времени было потрачено в этом моменте, я не знаю. Форвард, претендующий на то, чтобы играть в РПЛ, такие моменты должен забивать просто закрытыми глазами. Ну, вот, ну, вот обязан. Я не знаю как, но обязан человек забивать в таких моментах, если он этого не делает, то, ну, парень, ты не уровень РПЛ, и понятно, почему Зенит от тебя избавляется. Вероятно, на тренировках примерно то же самое Джорджевич и показывал. И уровень, ну, иди в арсенал и забивай свои 7-8 мячей за сезон. Не знаю, прям очень-очень неприятный момент со стороны Джорджевича. И ладно бы, только этот момент был, еще же куча моментов, в которых Джорджевич передерживал мяч, не понимал, что с ним делать, просто взгляд в пол на мяч и не видит никаких партнеров. Там 4 защитника перед ним, пофиг, пойду напрямую. Не знаю, не знаю. Пока все эти покупки, что Живоглядов, что Мурила, что Джорджевич, они выглядят, они стоят по 2,5 миллиона евро, но они и играют на 2,5 миллиона евро на уровень запасного локомотива без какой-то либо вообще, без каких-либо шансов на то, чтобы играть здорово и кого-то вытеснять из основы. Все равно, ну, нет. Джамалидин провел сегодня отвратительный матч, но хочу ли я, чтобы Джорджевич выходил вместо Джамалидинова? Да нет, вообще нет. Ну, то есть, нисколько нет. Вместо Смолова я хочу, чтобы выходил Эдер. Да, Эдер это не что-то там гениальное, но, по крайней мере, пользы от него громадное количество. Пускай на замену выходит Смолов, помогает команде, у него, конечно, замен не так хорошо выходит, как со старта, но это хотя бы что-то. Не знаю. Проблема с форвардами, она очевидна, мы пытались ее на кружке юного селекционера решать все лето, в итоге взяли Луку Джорджевича, вариант далеко не самый качественный, который был на рынке, даже за эти деньги, наверное. Ну, окей, ладно, 1-2, проиграли Ростову, увы, это был матч за 6 очков, Ростов, как и мы, набрал 14 после 7 игр, это хороший старт, и то, что мы потеряли 3 очка здесь, вообще не какой-то там приговор, все будут терять эти очки, но мы были сильнее Ростова, мы могли выиграть этот матч, и очень жалко, что не получилось его даже не проиграть. Все. Думаю, что все, что я хотел сказать, я сказал, а все, что я не сказал сейчас, наверняка я сказал в своих видео, про которые еще раз напомню, мне очень хочется, чтобы YouTube канал взлетел, и, соответственно, чем больше просмотров на этом YouTube канале, тем больше у меня мотивация делать ролики, ролики не просто вот такие вот болтологические, которые мне особо не стоят каких-то трудов, ну, только времени, а что-то сложное а-ля интервью с Артюховым, или какие-то профайлы с большим количеством вставок монтажных, где нужно, кроме того, чтобы что-то наговорить, это несложно, еще нужно подобрать большое количество материала, это, конечно, занимает большое количество времени, и если на это нету спроса, то и делать этого не хочется. А если спрос есть, то я готов побаловать вас какими-то интересными видосиками и интересными мыслями. Все, переходим к вашим вопросам. субтитры создавал DimaTorzok